Будьте осторожны, здесь берег, отвесные скалы. Искусственный интеллект обрадовался и был рад, что наконец-то кто-то додумался. На меня составили 8 протоколов, до суда ни один не дошел. Разъяснить кто ты и почему тебя нельзя расстреливать. Человек, живой мужчина, их это очень сильно нервировало, но тем не менее они продолжали свое грязное дело. Если вы добровольно не оденете маску, на вас ее наденем силой. И смотрю на ее реакцию, у нее руки затряслись. Вне вашей юрисдикции, вне ваших реестров. И давай шнели-шнели меня быстрее из отдела полиции выгонять. И собственно говоря штрафа ему никто не начислил, то есть потеряли бумажку. Порвал прям при них протокол и еще приказал извиниться передо мной. Предложил осесть, я сказал, что спасибо, я постою на берегу. Белым по красному имеет совершенно другой статус. Вы можете писать все, что считаете нужным и любым цветом ручки. Вы имеете на это право. И этот протокол не зашел в суд. У нас к вам больше нет вопросов. Можете следовать дальше. Сидел один, никого ко мне не подсаживали. Все указы и распоряжения являются его авторскими произведениями. Тебе дали порулить и ты не смог принять решение. Неудачная попытка захвата власти. Ты не проявил волю. Четверо суток за недостаточное проявление воли. На, пожалуйста, реализуй свою власть, но будь осторожен. Здесь берег ответственной скалы. Но в одном я могу сказать точно, это реально работает. Имел такой опыт общения с полицией в Германии. Ну, а потом уточнял тоже в Испании. Но как бы без практики, просто у полицейских уточнил. Ну, там была ситуация. В общем, я попал в отделение полиции. Проблема с языком, соответственно. И оказался я в отделении полиции. Сначала принял решение поиграть с ними в поддавки. Ну, так, особо не подписывал ничего. Просто прочерки ставил. Их это очень сильно нервировало. Но, тем не менее, они продолжали свое грязное дело, как говорится. А потом мне что-то наскучило. И я решил проверить... То есть они мне принесли бумажку с переводом. То есть я ознакомился. Меня, собственно говоря, это не устроило. И я думаю, ну, раз такой расклад, значит, я вам подпишу, как считаю нужным. И, значит, приносит она уже все это дело переведенное на немецкий язык. И, соответственно, одна бумажка на нашем языке. Вот. Три экземпляра. Я начинаю подписывать, ставлю ЦФ. Подожди. На нашем это на каком? На русском. На русском, на украинском. Она три бумажки принесла. Я сказал, что я по-украински не понимаю. Она мне принесла на русском. И, значит, я подписываю, пишу ЦФ, бай, фамилию, прописью и АР в конце. И смотрю на ее реакцию. У нее руки затряслись. У этой сотрудницы полиции. Потом, значит, я все это дописал. Она прям белая лицом стала. Мгновенно. То есть схватила эти бумажки. Ну, не вырывали ничего. Просто схватили эти бумажки и убежала. Проходит буквально две минуты. Она прибегает и прям, ну, чуть ли не насильно начинают меня выгонять из отдела полиции. То есть, ну, реально там двух-трех минут не прошло, как она прибежала с трясущимся руками, голосом. И давай, шнелли-шнелли, меня быстрее из отдела полиции выгонять. Никаких бумажек, ничего мне, соответственно, не дали. Вот. Но единственное, что сразу говорю, что бумаги никакой не дали, никак не могу это подтвердить. Но одно могу сказать точно. Это реально работает в Европе. Потом, когда я вернулся в Испанию, я у испанских полицейских поинтересовался по поводу этого. Ну, так, в приватном разговоре они сказали, да, конечно, это работает. Ну, вот такой вот был опыт. В Москве сотрудники полиции вырывали из-под руки, прям у моего товарища, я с ним рядом стоял, прям вырывали у него из-под руки, когда он начинал писать в ЦФБР, приносили новый протокол. Три раза. Потом он позвонил в этот, в 02, ну, 112, сказал, что что это такое, я хочу подписать протокол, а у меня из-под рук вырывают эту бумажку. После этого ему дали подписать, все-таки так вот, так же точно. И, собственно говоря, штрафа ему никто не начислил. Это вот то, что касается ЦФБР, то есть потеряли бумажку. Вот такой вот был опыт, что касается ЦФБР. По поводу протоколов с намордниками 3.18.1, которые в Москве начисляли, на меня составили 8 протоколов, до суда ни один не дошел, единственное, что три они как-то сами начислили, а пять куда-то делись, в базе их нет. Вот так вот я имел такой опыт. Вот, все благодаря, собственно говоря, той информации, которую получаю, в том числе, и, собственно говоря, с твоего канала. Как звать? Вот. Ань? Как звать? Владимир, я же сказал. Владимир, дай мне вопросы позадавать. А то ты включил свой пулемет Гатлинга и хрен остановишь. Да, извини. Давай диалог строить. Все-все, я молчу. Еще раз, в Германии за что тебя в полицию-то привели? Ты там как очутился? Ну, я ехал из Испании в Германию, там в город Халли такой есть, это, собственно говоря, восточная Германия. И, собственно, не в тот поезд сел. И оказался как бы типа безбилетным пассажиром. Ну, ты им пояснил, что ты по ошибке сел не туда? Да, да. Все это я им сказал, но они вот решили, что надо меня доставить в отдел полиции. И даже доставили. То есть пытались... Это был город, как он, Баден-Баден. То есть пытались составить протокол типа за безбилетный проезд, правильно? Совершенно верно. Ну, они там вообще там, у них это сразу криминальный, типа статья криминального кодекса. А ты им показывал билет на другой поезд? Да. Интересно. Ты бумаги не фотографировал, которые они тебе подсовывали? Не фотографировал, они у меня телефон сначала отобрали, это что касается Германии. А потом ничего не дали. Ничего, в смысле бумаги или телефон? Вообще никаких бумаг не дали, просто, ну, чуть ли не в за шею вытолкали из отдела полиции. Так надо было потребовать копию сначала. Блин. Проблема с языком. А что, а какой тут язык? Слово копия это иностранное слово, оно на всех языках одинаково звучит. Ну, это да. Но я не стал брать копию, к сожалению. Не знаю почему, но, в общем, так вот. А потом уже поздно было возвращаться за копией. Телефон-то вернули? Нет, все вернули, я же говорю, даже вытолкали прям чуть ли не в за шею, чтобы быстрее я покинул отделение полиции. В протоколе в каком месте нарисовал ЦФБР? Ну, в месте подписи. Слово подпись они принесли, я слово подпись зачеркнул и поставил ЦФБР. Везде, где там галочки были, везде позачеркивал и везде поставил ЦФБР. И фамилию прописью написал. Как протокол выглядел? Да, ну, обычный протокол на немецком языке. Цветной, черно-белый, формат, размер. Слушай, я потом в интернете покопал. Не, черно-белый, обычного формата А4. Вверху был номер большими цифрами? Да. Цифры были выдавлены или просто напечатаны? Напечатаны. Ну, короче, такая же история, как и в России. По беспределу ловят, затаскивают в отдел полиции, стращают, все изымают, лишают способа у человека получить информацию и пытаются ему подсунуть протокол, чтобы он лишь бы за корючку любую поставил. То есть, создать вексель. А когда идет создание векселя под принуждением, они сами становятся ответственными по этому векселю. Да, я тоже так подумал, что это именно вексель. Ну, что, вся информация? Нет, нет, еще не вся информация. У меня еще была практика российских судов. Значит, в первом решении суда судья написала, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу на заседании суда, не явилось, хотя, соответственно, я был в зале судебного заседания. Вот, но зашел, вот как ты в своих видео говорил, что нужно сначала дождаться приглашения от судьи. Я это все сделал, все как вот по твоему учебнику. Единственное, что я ничего перед судом в канцелярию не занес. Вот, когда зашел, она мне предложила сесть, я сказал, что спасибо, я постою на берегу. Она сказала, хорошо. Вот, я говорю, секундочку. Вот после этого, как она согласилась, то, что я на берегу, я ее просто уведомил, сказал, секунду, я сейчас включу видеозапись. Включил в телефоне видеозапись и, собственно говоря, положил в карман, она мне слова не сказала. В зале не было, значит, этого секретаря, но был пристав. В какой-то момент мы с ней спорили, она, ну, не то, что спорили, я не соглашался с тем, что она говорит, и, собственно говоря, она, значит, вынесла устное определение об удалении меня из зала суда. Но при этом даже второй пристав пришел, они не смогли со мной ничего сделать. Я, собственно говоря, оставался в зале, пока, собственно говоря, набегала для вынесения решения. Вот, а второй раз уже по 19.3.1, ну, соответственно, меня доставили в суд, то есть, как бы моего согласия не спрашивали. Я тоже остался на берегу, соответственно. И потом, когда, видимо, я не знаю, я, видимо, он меня затянул в судебный, собственно говоря, процесс. Когда он мне дал дело для ознакомления, он сказал, будьте осторожнее, здесь отвесные скалы. Здесь берег, отвесные скалы. Но я, видимо, чего-то не уловил в этой ситуации, и мне с улыбкой дали 4 дня ареста. Вот, такая вот практика у меня была. Интересная фраза он кинул. Да, да, очень интересную. И я потом анализировал все 4 дня, пока сидел, собственно говоря. Сидел один, никого ко мне не подсаживали, хотя, собственно говоря, камера была на 10 мест. Все камеры были полные, но ко мне никого не подсаживали. Ни одного человека. Знаешь почему? Нет, ну, мысли есть, но давай хочу твое мнение услышать. Я сначала хочу твое мнение услышать. Ну, видимо, чтобы не распространял ненужную для людей информацию. Это мое мнение. Чтобы не пришлось всем... А ты как думаешь? Чтобы не пришлось всем остальным вот этой черной мантии говорить эту же фразу. Осторожно, здесь скалы, можно упасть. Подожди, подожди, подожди. Причем я... Подожди, еще раз произнеси эту фразу, надо ее запомнить. Будьте осторожны, здесь берег, отвесные скалы. Ну, надо подумать, да, проанализировать. Ну, и что ты подумал, вот, 4 дня, сколько дней прошло? Месяц, два? Каким выводом ты пришел? Почему он такую фразу произнес? Ну, во-первых, я так, на все вопросы, представьтесь, вам понятно и так далее. Я все время отводил от себя персону. Там, не соглашался с тем, что мне понятно, непонятно. Но, тем не менее, в общем, ситуация такая. Менты сидели в зале, собственно говоря, с какими-то полунехидными, полу непонятными какими-то улыбками, но при этом не вмешивались в разговор, просто делали как слушатели. Вот. Что касается... Вот ты задал вопрос, к какому выводу я пришел по поводу этой фразы. Я думаю, что мне нужно было со стола на пол скинуть дело, когда мне принесли, и заявить о том, что персона утонула. Ну, это так, мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Ты законы читал? Читаю периодически. Когда переполняется, собственно говоря, жесткий диск, что-то как-то не входит. Но, когда опустошается немножко, тогда по новой что-то читаю, безусловно. Кто имеет право знакомиться с материалами дела? Лицо, участвующее в процессе, соответственно. Это я понимаю. Ты лицо? Нет. Я сказал, что я веду дело этого лица так же, как, собственно говоря, суд ведет дело суда. Но, так как я не знаю, в чем обвиняется персона, в каких правонарушениях, я бы хотел ознакомиться. И, собственно говоря, мне дали дело. Ты расписывался за ознакомление? Да нет, конечно. Я вообще никаких подписей нигде не ставил. А не требовали заполнить какую-то бумажку предупреждения об уголовной ответственности расписку? Требовали, я ничего не заполнял. Ну, интересно. Ну, короче, я предполагаю, что он тебя предупредил в самый последний момент. И что-то ты сделал не так, что ты, получается, с берега упал в море. Да, я тоже так думаю. А видеозапись есть с первого процесса, где ты включил видео? Да, первого нет у меня на канале. Что думаешь по поводу второго заседания? Потому что я полтора года голову ломаю над этим. Два почти уже. Ну, не знаю. Мне нужна аудиозапись. Ну, там, соответственно, ты же понимаешь, меня привезли насильно. Никакой записи не велось. Ну, это административка была. Ну, я тебе практически дословно пересказал наше общение. Ну, нет. Это испорченный телефон. Мне нужен оригинал. Ну, оригинал это только, когда я вернусь обратно в Москву. Я заеду в этот судебный участок и стребую запись. Только так могу. Хотя вряд ли мне ее кто-то даст. Ну, по административке, насколько я помню, не ведутся аудиопротоколы. И даже письмены. Да. Да. Ну, вот такой вот у меня был. Я думаю, что все-таки нужно было на пол скинуть, собственно говоря, дело и сказать, что персона утонула. Раз он мне предложил такую игру. Но я что-то не подумал. Я думаю, там все намного проще. Раз ты взялся за дело, то есть, как сказать, вошел в процесс через ознакомление с материалами дела. Возможно, и так, да. Я не буду отрицать. Ты буквально притронулся к делу. Ну, да. Да. Вот. А по поводу еще у меня был случай. По поводу того, что если вы добровольно не оденете маску, мы на вас ее наденем силой. Это говорил целый замначальника отдела полиции на проспекте Вернадского в Москве. После чего я ему просто задал вопрос. Я говорю, вы сейчас говорите об этом серьезно? Под камерой, которые у вас тут пишут звук, то, что вы против моей воли собираетесь надеть на меня маску. Я говорю, вы серьезно? И он просто убежал с территории вообще отделения полиции. Схватил документы и убежал. Хотя изначально шел на второй этаж, но не попал на второй этаж. Ты в курсе, да, про вспышку диареи в Сургуте? Ну, так. Да, 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 да. Я смотрел это видео твое, да. То, что им всем стало плохо и у всех диарея, да. Смешно. Так что будьте осторожны. Если бы не было, да, если бы не было так грустно. Будьте осторожны, скалы высокие. Нет, здесь берег, отвесные скалы. Это вот прям дословно, она мне прям, эта фраза, вот прям в мозг врезалась. Он тебе буквально сказал, что ты до сих пор здесь, отвесные скалы. То есть, ты еще на берегу стоял. Но будь осторожен, вот он обрыв. То есть, ты вот-вот можешь упасть. И видать, как только ты взялся за дело, прикоснулся к нему, ты стал участником процесса. Как вариант, да. Это из раздела, знаешь, как не принимать и даже не трогать ни одну их бумажку. Вот как Игорь, живой человек из Москвы, делает. Его спрашивают документы. Он дает чек, говорит, вот документ, возьмите. Тот, типа, не понимает. Возьмите, возьмите. И тот, как только берет, он говорит, все, вы, говорит, взяли, теперь оплачивайте. То есть, ты взял дело, теперь ты должен был оплатить это дело. Понимаешь? Своим жизненным временем. Четверо суток. Да, да. Да, я думаю, да. Об этом я не подумал, но вполне может быть. Ну, возможно. Да. Мы можем только предполагать. Ну, да, безусловно. Вот. А что касается по российским протоколам. На меня за два года пандемии выписали восемь протоколов за отказ от намордника. Собственно говоря, протокол, то есть, как бы, штрафов начислили только три, а пять куда-то потерялись вообще. То есть, даже их в базе нет, что я там был в отделении полиции, привлекался по 3.18. То есть, вообще никакой информации. Как ты расписывался в этих восьми протоколах? Там же, получается, я каждый раз, когда узнавал что-то новое, и в том числе читал какие-то нормы права, я их пытался применить, ну, собственно говоря, на собственном опыте. И вот первые три, они так или иначе зашли, скажем так, в зону штрафа. А остальные, один из последних, я вообще там, ну, то, что, как ты говорил, что нужно там двоеточие, правый нижний угол закрывать титульной страницей, это я все делал. Вот, ну, где-то, видимо, первые три я где-то не доработал. Но я пришел к выводу, что их нужно заставлять сразу, чтобы они, во-первых, ставили прочерки или писали «нет» в графе «потерпевшие», «свидетели» и «понятые». Вот, это, я пришел к выводу, что это обязательно, от них нужно требовать, чтобы они сразу это писали. Потому что фиг его знает, как потом дело обернется. И заднюю страницу нужно, собственно говоря, погашать буквой «З», то есть за оборотную сторону. И вот такие не заходят у них никуда. Там достаточно два пункта сделать. Первое, это права не разъяснены, это уже достаточное основание. И второе, это закрыть правый нижний угол, ну, можно сказать, третье, это написать, что под принуждением, можно по-русски. И все. Я все это писал, и в первых, и в тех, которые зашли, собственно говоря, в зону штрафов, назовем это так, но все делал вот так, вот три зашли, пять не зашли. Ну, вот я говорю, что потом я заставлял сотрудников писать, что понятых, ой, понятых там свидетелей потерпевших нет. Вот. И, собственно говоря, да, я везде всегда пишу, что права зачитаны, но не разъяснены. Слово «подпись» всегда везде зачеркиваю. Везде пишут «ЦФБАР», но в России это через раз работает, собственно говоря, когда работает, когда не работает. Кстати, вот тот протокол по 19.3.1, который зашел на четверо суток, у меня там тоже все было подписано под принуждением, но тем не менее зашло в суд. Тебе, скорее всего, просто попался более опытный судья, который даже тебе подсказку конкретную сделал в самый последний момент. Да. Я тебе так скажу, «ЦФБАР» не работает в России только в одном случае, когда попадаются некомпетентные сотрудники, которые понятия не имеют, что это такое. А вот когда этот протокол проходит внутреннюю проверку, идет выше на уровень города, идет выше на уровень региона, потом выше на уровень страны, а потом выше на международный уровень, вот там этот протокол заворачивает обратно. Поэтому для России конкретно необходимо время, чтобы младший состав, сотрудников полиции и других органов, до них это все дошло. Потому что наоборот этого векселя, до международного уровня и обратно, для этого нужно время, иногда годы. Ну да. Вот такой вот странный опыт у меня. Да не странный, очень даже интересный. Не, ну безусловно интересно. Я же говорю, я все, что там у тебя слушаю на канале, там у других живых и просто граждан, которые разбирают те или иные нормы права. Ну если они, конечно, подпитаны, собственно говоря, ссылками на те законы, на которые они ссылаются, и их можно действительно прочитать. Да, и еще, Антон, есть один маленький момент, я не знаю, может это в тему или не в тему нашего с тобой разговора, но у меня есть такой момент интересный. Я не знаю, слышал ты или нет, что судья Зиньковского суда Полтавской области, районного суда, вынес оправдательный приговор по делу об уклонении гражданина от этого, как его зовут, от службы в армии. Вот сейчас по мобилизации. И там очень интересное определение такое, что сейчас практически дословно постараюсь себе процитировать. Но я сбрасывал своим товарищам, но никто не может выйти даже через VPN на украинский сайт, чтобы прочитать. А так он на мове скачивается, только на мове. На русском языке почему-то я его скачать не могу. Но тем не менее, там написано, что все указы, распоряжения и так далее, которые издает президент Украины, являются его авторскими произведениями и не порождают правовых последствий. Вот это дословно тебе цитирую. Ну мы-то это давно знаем. Ну да, мы-то это давно знаем. Но то, чтобы судья это, собственно говоря, написал, это же, собственно говоря, прецедент, по сути. Для меня больше прецедент то, что тебе сказали, открыли секрет, будь осторожный. Здесь берег отвесные скалы. Ты понимаешь, просто вот здесь, в Сургуте, я с кем только не общался. Я еще не общался с учителями такого уровня. Ну нету таких. Либо они и прячутся. Это был федеральный судья. Какого уровня? У районного суда. Межрайонный, скажем так, межрайонный, как они там называются, эти судебные участки. А фамилию не назовешь его? Зайцев. Причем он каждый раз, когда говорил, представьтесь, я говорю, я не могу представиться, потому что, собственно говоря, представляется только перед Творцом. Я говорю, а мы с вами сейчас беседуем. Он улыбался, собственно говоря, но продолжал гнуть свою линию. Потом, значит, вы там такой-то, такой-то. Я говорю, нет, я просто живой мужчина, Владимир. Я говорю, а лицо, в отношении которого ведется производство по делу, находится у вас на столе перед вами. Я говорю, все вопросы вы можете задавать ему. И он вот долго не мог навесить на меня персону. Но, видимо, да, видимо, ты прав, что когда я прикоснулся к материалам дела, вот тогда я и зашел в процесс. Давай логически думать. К делу кто имеет право прикасаться? Ну, это понятно. Лица, участвующие в процессе. Давай представим, что дело – это машина. Кто рулит автомобилем? Кто сидит на месте водителя? Человек. В моем случае человек всегда сидит за рулем автомобиля. Ну, не совсем. Я предполагаю, что именно черная мантия сидит. То есть, она рулит процессом. У нее в руках дело находится. Черная мантия листает дело, когда его рассматривает. То есть, она рулит процессом. Дальше он просто выходит. Ну, типа, все, я привел автомобиль куда нужно. Дальше секретарь, который сидит на месте пассажира впереди. Она садится за руль и ведет автомобиль в гараж. То есть, ну, там, в архив, там, еще куда-то. Вот. А ты, типа, как пассажир на заднем сиденье, если признал себя физическим лицом, едешь на заднем сиденье. А тут судья что сделал? Выходит и говорит, тут берег, скалы, ответственные скалы. Ну, типа, он тебе говорит, будь осторожен. Сядешь за руль, будешь отвечать за то, что происходит с автомобилем. И ты такой, да, да, сейчас это, я рулю этим автомобилем, я отвечаю за его дела, куда он поедет. И, короче, сел, поездил, такой, о, да, прикольный автомобиль, теперь понятно, почему он там не едет, едет. И судья понял, что, о, взял на себя ответственность. Ну, и рули дальше. Приятно. Да. Автомобили отправить на штрафстоянку. Ну, кстати, автомобили отправили на штрафстоянку, на самом деле, а меня на четверо суток. Так что вот такой вот у меня практический опыт общения с судьей. Я вот периодически анализирую эту нашу с ним беседу, и все пытался понять, в какой момент он меня подловил. Я думаю. Вот. Ага. Я тоже думаю. Эту он фразу тебе сказал как раз вот перед тем, как ты прикоснулся к делу, правильно? Смотри, если прям посекундно тебе рассказать. Да. Я ему сказал, что я хочу ознакомиться с материалами дела в отношении персоны. И, собственно говоря, он передал дело секретарю. Секретарь, он начал вставать и входить. Она в этот момент подошла ко мне. В момент, когда дело ложилось на стол, возле которого я нахожусь. Вот именно в этот момент, практически перед собственной дверью, он сказал вот эту фразу. Будьте осторожны, здесь берег отвесной скалы. И как бы скрылся за дверью. В кабинете кто остался? Ты, секретарь, еще кто? Ну, и сотрудники, полицаи. Сколько их было? Трое. Ну, получается, три сотрудника полиции и секретарь. Это было в зале суда или в секретариате? Нет, это было в зале заседания. Возможно, он сделал ход конем. Он, по сути, отказался от управления кораблем, да? Вот где этот пассажир присутствовал в виде персоны. И, по сути, ты стал капитаном и начал листать дело. То есть, начал рассматривать. По идее, после ознакомления с материалами, ты должен был вынести свой вердикт, свое решение. Ты этого не сделал. За тебя это сделал твой доверенный якобы. То есть, доверенный вот этой персоной. Черная мантия. Да, тоже вариант. Поэтому, когда черная мантия выходит, обязательно нужно говорить, что капитан покинул судно на основании того, что я единственный суверен, который находится в этом кабинете. Беру управление в свои руки и закрываю дело по прецеденту. Как же там? На основании прецедента, я понял. Да, на основании прецедента, приюдикшн, то есть, закрываю дело, снимаю все обвинения. Дело закрыто. Ты этого не сказал, правильно? Ну, естественно, безусловно. Ну, все, значит... Я же говорю, в какой момент он меня подловил? Все, значит, он тебя прощупал и осознал, что у тебя слишком мало знаний, чтобы провести полный цикл процедуры. Он тебя поймал на том, что он вышел, и ты расслабился, ты сам там остался и не знал, что делать. А надо было просто вынести свой вердикт. Устно, при четырех очевидцах. Кстати, да. Он поступил как настоящий, справедливый, как тебе сказать... В принципе, это было справедливое решение. Он тебе дал возможность самому рулить. Но ты вместо того, чтобы куда-то поехать и рулить, ты просто сел за руль, посмотрел машину и вышел. Да, вполне такой вариант допускаю. Что делают... Интересный вариант. Вот смотри, рассматриваем морское право, пиратский корабль, да? Произошел, короче, капитан вышел в судно, ты встал за руль. Вот ты взял штурвал, покрутил туда-сюда, влево-вправо, и отошел в сторону. И команда такая смотрит, вот эти трое полицейских и секретарь. На хрен он этот штурвал брал, если он никуда не едет, никуда не плывет? То есть, он никаких решений не принимает, какой-то недееспособный, неадекватный, некомпетентный капитан какой-то пришел. Что с таким делают? Как минимум в камбуз за решетку, как инициатора неудачного переворота. Ну... Да, согласен, но тут есть один момент. И по поводу скал, вот смотри, на пиратском корабле есть такое понятие на рею. Это доска такая, вытаскивается за борт и, типа, закрывает глаза и, типа, шуруй по этой рее. Человек идет и падает в море. Похоже на скалы? Тут еще такой момент, почему я, собственно говоря, усомнился в том, что я могу что-то сделать. Это именно тот момент, что я же заявил, что я нахожусь на берегу. И как в этом случае я могу рулить судном? Вот тоже такой момент непонятный пока мне. Ты не видишь логической цепочки. Это называется субординация. Знаешь, что такое субординация? Ну, да, знаю. Ну, вассал моего вассала, не мой вассал. Логично? Да, совершенно верно. Вот он капитан судна. Кто отдает приказы капитану судна? Хозяин судна. Где находится хозяин судна? По ситуации, но вероятнее всего, что где-то на берегу. Откуда источник отдачи приказов тому, кто, как тебе сказать, он же не просто капитан судна. Он исполняет свои должностные обязанности. Он кому-то должен. Кому он должен? Ну, нам и должен. Вторая статья. Точнее, он должен баргильдить. В первую очередь он должен своим начальникам баргильдить, а потом уже всем остальным, я так подозреваю. Но я могу ошибаться. Да даже та же самая баргильдия, она находится на суше. Пусть даже на острове. Согласен. То есть, смотри, если рассматривать Королевский флот, то каждый капитан Королевского флота подчиняется кому? Королеве. А где она находится? Ну, соответственно, на суше. На берегу. Да, на берегу. И об этом завуалировано и напрямую говорится вторая, по-моему, статья Конституции. Или третья, единственным источником власти является кто? Народ. Который где? А вот этого там не сказано. Ну, по-моему. Если ты про вторую часть статьи третьей проекта Конституции РФ, то там просто написано, что народ, единственным источником, первая часть, единственным источником власти в Российской Федерации является национальный народ. Вторая часть, народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления. Вот, отлично, что ты помнишь наизусть эту статью. Вот она как раз и сработала. Ты отказал в доверии, ты сказал, я не пойду на твой корабль к тебе в подчинение, в матросы. Я сам на берегу стою, и я хочу сам управлять этим кораблем. И он тебя предупредил, осторожно, тут берег, скалы. Ответные скалы. Ответные скалы. Либо бери корабль в свои руки, либо тебя по аналогии с Реей, просто сам себя столкнешь вниз и в море упадешь. То есть, будешь отвечать за курс корабля. И вот он, по сути, вышел, отдал тебе бразды управления. Ты, стоя на берегу, штурвал покрутил влево-вправо и отошел в сторону. Они посмотрели, он вообще не то что не капитан, он даже не знает, что с кораблем-то делать. Даже не с торпом, да. Да, ни ботсман, ни с торпом вообще никто. Даже в матросы не годится, даже паруса не вывесил, понимаешь? Согласен, не доработал. Поэтому, когда ты говоришь, что ты на берегу, ты, по сути, говоришь, что ты источник власти и ты хочешь реализовать свою власть. Вот он что тебе и предоставил. На, пожалуйста, реализуй свою власть, но будь осторожен. Здесь берег, ответственные скалы. Ты взял, полистал этот штурвал. Не влип, не накаливайся. Ладно, возможно, согласен. Но в любом случае я должен был быть внимательней. Чего я не сделал. Человек, если ты заявился человеком, то человек – это существо суши. Человечество произошло… Изначально жил на суше. Суша – это во власти человека. На море, в морском праве, командуют капитаны, которые подчиняются тем, кто на суше. А ты и капитана прогнал, и сам кораблем не руководил. Ну, раз совершил, раз, это как тебе сказать, это вот буквально трактуется, как неудачная попытка захвата власти. Ну, наверное, да. Согласен. Ну, не захвата, а, можно сказать, реализации. Вот как раз вот вторая часть, то есть статьи, которые ты озвучил наизусть, реализует через своих представителей, органы власти, либо непосредственно. Вот непосредственно ты отказался. Ну, тогда право обратно перешло к нему, и он решил. Все. Ну, да. Согласен. Интересный разговор у нас получается. Я что-то с этой стороны не подумал об этом. Тебе четыре дня дали, на что? Нет, ну я думал, но я эту сторону не проанализировал. Мы сколько разговариваем? Я понял, что я где-то 48 минут. Да, 48 минут. Дели на два. За 20 минут мы с тобой решили этот вопрос. А у тебя четверо суток было. Ну, два, согласен. Согласен. Вот еще тебе одна причина, почему тебе никого не подсаживали. Одна голова хорошо, а две лучше. Ты бы мог с двумя людьми, открыв диалог, я давно говорил, что истина и правда рождается не в споре, а в разговоре. В дискуссии. Надо разговаривать. Если долго разговаривать об одном и том же, рано или поздно рождаются выводы и правильные рассуждения. Ну да. По сути тебе экзамен устроили. Согласен, согласен. Тебе двойной экзамен сделали? Да, я его не прошел. Не-не-не, подожди. Ты его уже прошел. Вот сейчас, спустя 40 минут, ты его прошел. Ты его осознал, по крайней мере. Ну да, да, нет, сейчас да, я имею в виду тогда не прошел. Ну да, причем ты его дважды не прошел, тебе сделали двойной экзамен. Тебе дали бразды правления и сказали на рули, только без слов. Ты не воспользовался этим правом, передал обратно. Тебе дали четверо суток, чтобы осознать, ты не осознал. Прошло два года, и только сейчас ты осознал. Ну, недосуг было звонить тебе, разобрать эту ситуацию. То переезды, то все. В общем, сейчас вроде бы все устаканилось на какое-то время, на ближайшие полгода, год. Поэтому появилось время для изучения и осознания того, что, собственно говоря, изучаю, и вот решил позвонить. И, собственно говоря, я рад, что мы с тобой пообщались и пришли к какому-то выводу по этой ситуации с этим судьей федеральным. У меня все в голове не укладывалось, не может быть, чтобы он тебя поймал именно на деле. Ты же ему заявил, что ты управляющий делами, ты можешь управлять, и то, что ты прикоснулся к делу, это не может быть причиной. Ну, никак не может быть. И все у меня в голове не укладывалось, ну, не может быть, чтобы он тебя именно на доступе к делу это поймал. Потому что я многократно получал доступ к делу, И по заявлению, и без, и с предупреждением об уголовной ответственности, и с распиской, и без, и вообще без всяких бумажек. Просто давали, надо почитать. И выигрывал дела, и проигрывал. То есть, здесь причины не могло быть. И истинная причина именно в том, что тебе дали порулить, и ты не смог принять решение. Ты не проявил волю. Согласен. Короче, вердикт простой. Согласен, да. Четверо суток за недостаточное проявление воли. Да, 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 совершенно верно. Да. Согласен. Интересный у нас разговор с тобой получился. Познавательный. По первой судье я сброшу ссылку на видео. Потом, если будет там время, можем созвониться, расскажешь, что ты думаешь по этому поводу. Вообще не сразу говорю, там было написано лицо в отношении, на заседание суда не явилось. Но я нигде не расписывался, вот вообще нигде. Вот такое вот было решение. Лицо не явилось. Это частая формулировка. Но решение вынесено. Подожди. Это частая формулировка, и она в основном выносится в отношении тех, против кого иск подают. Ну, я предполагаю, что иск был подан против твоей персоны, и ты там защищался, правильно? Административ, как по правилам дорожного движения, что я ехал в снежную погоду, шел снег, снег на дороге, сгибово-умышленное сокрытие номера. И чем дело закончилось? Причем первый раз суд перенесли, потому что я в зал судебное заседание пришел, ну, вернее, не в зал, а... Еще раз, я услышал, что было из-за снега, да? Короче, тебя привели, короче, это, оформили, скорее всего, протокол, да, и пытались вменить тебе вину. Ты не признал персону, не нашли. Чем дело закончилось? Лишило на месяц права управления. Ну, после этого я... Это было еще в 20-м году, и даже, по-моему, в 19-м. Да, это в 19-м году, и, собственно говоря, я два года ездил лишенный, меня даже не могли забрать. Ну, короче, ничего со мной сделать не могли. Почему? Ну, у меня национально-украинское водительское удостоверение, выданное в 2004-м году, и там оно без окончания срока действия. Украина, ну, квази-государство Украина присоединилось к Венской конвенции в 2013-м году. Вот, поэтому, ну, закон же обратной силы не имеет, поэтому мое остается действующим по сей день. Они, значит, выдано в 2004-м, написано у них, значит, в базе, срок окончания в 2014-м. Я говорю, ну, и как вы меня в 2019-м лишили по вашему недействующему водительскому? Они говорят, блин, ну, что с тобой делать? Ладно, езжай. Ну, в общем, я так и катался два года. Как вы меня можете отстранить аж с урвала, если я не капитан? Да. Вот. Собственно говоря, пришел к выводу, что машину на учет вообще не надо ставить, потому что после этого мы не владеем данным автомобилем, и он уже переходит в разряд транспортных средств. Хотя по Венской конвенции это должно быть как-то самодвижущееся транспортное средство. Слово куда-то потеряли, ну и так далее. Перестает быть автомобилем и становится как раз вот транспортным средством. Нет, 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 неправильно мыслишь. Не автомобилем перестает быть, а движимым имуществом перестает быть. Оно не перестает быть имуществом, но по заявлению мы же добровольно ставим автомобиль, автомобиль транспортных средств сейчас как бы не об этом. Мы же пишем, прошу зарегистрировать транспортные средства в их реестрах, которые, собственно говоря, принадлежат частной компании МВД. После этого, по сути, мы же отказываемся от собственности в их пользу. И в Векселе под названием паспорт транспортного средства последняя подпись оказывается сотрудника ГИБДД, который, собственно говоря, и является выгодным приобретателем по Векселе в данный момент. Я, конечно, могу ошибаться, по крайней мере. Вспомни формулировку вот этого решения, которое ты назвал. Является авторским правом. Так вот, внося в свои реестры, они заявляют свое авторское право на твое движимое имущество, которое ты им передаешь добровольно. И они на него по авторскому праву навешивают ярлык, название, которое они придумали. Движимое твое транспортное средство или автомобиль. Вот как только ты сам назовешь это движимое имущество свое в виде вот этого железа, резины и так далее, автомобилем, либо транспортным средством, то ты, по сути, признаешь их авторское преобладание и их авторского права над этим, твоим движимым имуществом. И если ты назвал его транспортным средством, а еще тем более автомобилем, неважно, зарегистрировано оно в них или нет, ты, по сути, признал их авторское право над этим имуществом. Ясно? Ага. Поэтому то, на чем ты передвигаешься, ни в коем случае нельзя называть вот этими словами, на которые в них заявлено авторское право. И они его как раз вот таки и прописали во всех законах, реестрах и т.д. и т.п. Поэтому не зря отсюда есть выражение, что движимое имущество в виде колес руля и все двигатели и все остальное становится транспортным средством и автомобилем только после постановки на учет, внесения в реестр. Да. А скажи, пожалуйста, как думаешь, вот смотри, у меня есть потребительский кооператив, кооператив же ведет свои реестры и чисто гипотетически я же могу в свои реестры также внести этот автомобиль. Какой автомобиль? Повесить на него там номера. Какой автомобиль? Ну, неважно, вот любой свой. Я же тебе только что говорил, как только ты назовешь автомобиль, ты подпадаешь под авторское право. Ты имел в виду движимое имущество? Совершенно верно, да. Мы сейчас... Хорошо, движимое имущество, давай поправлюсь. И просто их уведомить о том, что у нас в кооперативе есть свои реестры и мы пользуемся согласно своих реестров. Не просто уведомить. Как думаешь? Не просто уведомить, а значит завести свои реестры, придумать авторское название этому движимому имуществу. Я не знаю, там, как ты говорил, самодвижущаяся телега или там, не знаю, какое-нибудь новое название, которого никогда не было. Заявить об этом, вообще просто заявить, что отныне вот эту штуку в виде колес и это... Мы в кооперативе называем названием там, я не знаю. Ну, неважно, лошадь, допустим. Образно говоря. Да. Суперлошадь, короче. Вот эту суперлошадь в виде движимого имущества мы внесли в свои реестры. Выписываете свою бумагу, выписка из реестра, что данное движимое имущество под названием суперлошадь состоит на учете в реестре нашего кооператива. Авторские права на суперлошадь и на это движимое имущество под названием суперлошадь принадлежат нам, кооперативу. Все. И уведомляете все органы. И с собой эту бумажку возишь. Все. То есть, можно даже номера не вешать? Я знаю людей, которые без номеров ездят. Нет, но я тоже ездил, собственно говоря, с номерами, но без регистрации. У меня с четырех машин так и не смогли, собственно говоря, снять номера. Да, но уведомлять их в любом случае придется. Правильно же я понимаю? Не обязательно, но желательно. Просто это удобно. Это просто мера удобства. То есть, ты можешь их уведомить, когда они тебя остановят. Ну, в принципе, да. Можно и так. Но лучше это сделать заранее. Ваше руководство уведомлено. Вот трек-номер, вот текст уведомления, вот документ, вот документы на кооператив, вот авторское право. Все. Какие вопросы? Вне вашей юрисдикции. Вне ваших реестров. Ну, да. Антон, сейчас расскажу тебе совсем свежий случай. Это прям вот, я не знаю, что это. Это брат, большой брат за нами следит. Ну, я сейчас тебе расскажу о чем, а ты скажи, что это было. Это большой брат за нами следит или искусственный интеллект? Общаемся мы с товарищем, значит, по теме, на какой бумаге лучше там, ну, в какой стране лучше подавать документы так называемым органам власти, чтобы они исполняли то, что ты хочешь. Вот. И, значит, ну, там, в Ватикане желтый-белый, в России там белый-синий-красный желательно использовать. И, значит, пока мы общаемся, а, товарищ мой задает вопрос. Нет, как раз вот он про Россию спросил, типа, на какой бумаге в России нужно подавать. Я говорю, ну, не знаю, вероятно, что вот, ну, на такой, там, красно-синее-белое. И в этот момент у меня по экрану полетели шарики цветные, ну, вот такие, знаешь, как воздушные, которые мы в небо запускаем. Я ему задаю, причем цветные, два желтых, один зеленый, два красных и один синий. Точно помню. Вот. Я товарищу говорю, это ты сделал? Он говорит, нет, я к телефону не прикасаюсь. Но я, говорит, этого не видел у себя на экране. И буквально мы там еще разговариваем какое-то время, там, может, минуту-полторы. И он говорит, о, и они у меня летят снова, и у него он уже увидел. И после этого все. Ну, дальше там у нас уже другие темы разговора пошли. Мы посмеялись над этим, над этой ситуацией. А буквально вчера мы с ним разговариваем. И он говорит, я приеду к тебе в Испанию, дам тебе подзатыльник. Ну, там, шутку. Я говорю, нельзя, потому что тогда тебе придется в гражданство Испании принимать в условиях изоляции в местах не столь отдаленных. И как только я это сказал, ну, этот, выскочил на экране, у меня большой палец вверх. Ну, вот этот вот, типа, хорошо. Что думаешь по этому поводу? По поводу шариков. Значит, когда оставалось буквально неделя до апелляции, то есть ты в курсе, наверное, нет? Меня 62 дня незаконно удерживали в дурке. Да, да, это я знаю, да. Я видел это, ну, слушал эти твои видео. Ну, не все, конечно, каюсь, но много смотрел. И в курсе этой ситуации. Отвечай коротко, пожалуйста. Да, в курсе. Извини. Вот, и перед тем, как меня выпустить, там, ну, я устроил там настоящий этот, как сказать, сам урок по правозащите, и там до всего докапывался. Короче, писал. В общем, там чуть ли не бунт начался в этой дурке, и в том числе и в камерах то же самое было. Короче, мне сказали фразу, быстрее бы было принято решение, и, говорит, как только Булгакова выпустят, мы здесь запустим фейерверки и шарики. Я к тебе, к чему? Шарики, в первую очередь, ассоциируются с чем? Ну, видимо, с праздником. Радость. Радость. Ладно. То есть, если предположить, что это сработал искусственный интеллект, то искусственный интеллект должен, если он захочет как-то показать реакцию, да, то ему нужно показать реакцию ясную, тем методом, который не нужно разъяснять, языком, который ясен для всех. Вот для меня однозначно ясно, что шарики – это радость. Искусственный интеллект обрадовался и был рад, что, наконец-то, кто-то додумался, что цвета флагов государства имеют авторское право. И именно вот вся государственная власть, она имеет свои цвета. Соответственно, вот как с этим капитаном, да, который отказался от власти временно и предоставил тебе возможность. Здесь то же самое. Если ты напишешь бумагу на белой бумаге синими чернилами, там, не знаю, шапку, да, или там номер, и красной пастой именно полностью текст, почему они вот в России пишут только синим, а когда красным, у них все уже это, у них истерика начинается. То есть, это говорит о том, что вот как раз вот, почему они изобретают герба определенных цветов, регистрируют, обязательно авторское право заявляют, что только вот, допустим, флаг Хмао есть, да, региона, района, округа, там, губернии и так далее. Всяких, у каждого есть свой флаг, герб и, соответственно, цвета. Соответственно, когда ты начинаешь использовать эти власти, ты, по сути, начинаешь пользоваться вот той самой непосредственной властью, которая была и предоставлена. Но никто до сих пор до этого не догадался, что нужно использовать именно те цвета на территории того государства, на территории, в которой ты находишься. Почему такая ревность идет со стороны Российской Федерации к цветам других флагов? Я понял. Интересно. Так вот, по поводу шариков. Цвета там, которые тебе показали, не важны, тебе просто показали радость. И твоему товарищу для дубликата, чтобы это не, как говорится, один раз это случайность, два это совпадение, а три закономерность. Вот вас было двое, вам двоим показали. Радость. Радость искусственного интеллекта, который все отслеживает и все слышит, и все видит. Искусственный интеллект вам показал... Я удивлен, что он вам показал свою реакцию. Мне обычно прилетает потом, через какие-то события. Это уже сам творец показывает. А вам, я так понял, творец, видать, настолько обрадовался, что вы доперли до этого. И первые озвучили это в уши искусственному интеллекту. Что он решил показать вам реакцию. Запустил шарики. Ну, да. Да, 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 да. Вариант такой. Второе, напомню, то, что ты рассказал, для меня не новость. Я уже давно заметил и наблюдаю. Любое твое произнесенное вслух слово, оно рано или поздно анализируется. И вот, допустим, я... Даже самый крайний случай, такой парадоксальный. Выехали в лес собирать грибы, там никого не было, но телефон был с собой. И мы обсуждали какую-то тему. После чего я спустя 12 часов приехал домой, включая YouTube на телевизоре. И мне показывается именно то, о чем я говорил в лесу. Где нету связи вообще. О, как интересно. Это интересно. YouTube показал мне в рекомендованных видео, первые пять видео, именно о том, о чем я говорил в лесу. Не, ну то, что они нас... Большой брат нас слушает и слышит, это, конечно, безусловно. Да, интересно. Ну, я тебе сразу делаю вывод, что ты на особом контроле. Давно это было? Про шарики? Три дня назад. Четыре. Нет, три. Во вторник это было. Так, а второй случай ты что рассказал? А второй случай это было буквально вчера. Ну, собственно говоря, просто на экране, так же, как шарики, выскочил большой палец вверх. Ну, вот как мы показываем, что все хорошо. У него нет, а у меня, да, один раз и все. То есть, как бы... Это... А что произошло, что тебе показали такой палец? Ну, мы там в процессе разговора там шутили, и он говорит, я приеду к тебе в Испанию, и там... Все, 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 все. ...надаю тебе подзатыльников. Я говорю, здесь нельзя никого трогать, это, ну, то есть, как бы, я говорю, а то ты, говорю, получишь гражданство Испании, сидя в испанской тюрьме. Я говорю, зачем тебе это нужно? И вот выскочил палец, такой вот, кулачок с пальцем вверх. Рассмотрим с точки зрения Творца и с точки зрения общечеловеческих отношений. Он, по сути, задекларировал в шутку, или не в шутку, это только он может трактовать. Он высказал идею противоправных действий. Логично? Ну, да. Которые могут так или иначе нарушить чьи-то права или причинить физический вред. Согласен. Любой человек обязан был его, как минимум, остановить и сказать, что... Сказать или намекнуть, что так делать нельзя, и за это может быть наказание. Причем очень строгое. И тот, кто поступил по-человечески, опять же, на особом контроле тебе обратную связь дали. То есть, показали лайк. Молодец, поступил по-человечески. Да, согласен. Интересная мысль. Я вдумаю ее. Сейчас, извини, Антон, еще две минуты, отниму твое время. И вспомнил еще один случай, который у меня был с гаишниками во время... Даже не один, два случая быстро расскажу. Первый случай, я все подписывал красным цветом. Они решили все равно у меня машину отобрать, значит, на штрафстоянку, потому что я якобы лишен. Хотя у меня даже была копия этого, то, что я оспариваю вот это решение судьи, вот той, которая меня лишила на месяц. Вот. То есть, копия была. И привезли меня на пост на МКАДе в Москве. Приехал проверяющий. И, собственно говоря, увидел то, что я там понаписал. При том, что ехали грузовые машины, я находился метрах в 15 от сотрудников полиции. И я такого пора грузовые шины перекричал этот полковник. Крыл их на черт свет стоит. И сказал отдать шину. Порвал прям при них протокол. И еще приказал извиниться передо мной. Вот. Извинились, собственно говоря, и поехал дальше. Это первый момент. Это один случай. А второй случай, тоже во время пандемии, я ехал из Самары в Москву. И меня остановили проверять QR-код. Я говорю, что QR-код нужен только товару. Я живой человек, мужчина. Я говорю, мне этот QR-код не нужен. Тут подскочил второй сотрудник. Говорит, ну, у вас же паспорт есть. Я говорю, паспорт есть. Я говорю, но паспорт... Он такой, значит, вы гражданин. Я говорю, нет, я не гражданин. Я живой человек, мужчина. Я говорю, а паспорт — это бумажка. И он такой мне говорит, как же он сказал, а с чего вы взяли, типа, что вы живой человек? Я говорю, ну, как, со своего заявления, которое я разместил там в средствах массовой информации, в том числе в сети интернет. И прошло 35 дней. Я говорю, по закону 30 дней. Никто не отпорил, не опротестовал данное заявление. Это стало истиной. И они прямо... Мгновенная реакция у них в обоих. Они отдают честь, говорят, извините, что мы вас побеспокоили. У нас к вам больше нет вопросов. Можете следовать дальше. Я говорю, так вам же QR-код какой-то нужен был. Они говорят, нет, вам QR-код больше не нужен. Извините, что мы вас побеспокоили. Счастливого пути. Все, я поехал. Ты хотя бы один из этих случаев зафиксировал хотя бы на аудио? Нет. К сожалению, нет. Каюсь. Тогда я еще особо не записывал особо общение с сотрудниками. Потом начал записывать. Значит, смотри. По второму случаю сразу тебе могу сказать. Не обязательно уведомлять и публиковать. Ты мог прямо там на месте, вот когда он тебе задал вопрос, это опять же был микроэкзамен. Он тебя спросил, а с чего вы взяли, что живой человек? Надо было сказать, по праву самоопределение. Я так определил. Допустим, да. Такой вариант возможен. И это, в принципе, было бы достаточно. Можно было еще сказать, вот вас двое, два очевидца. Я вам заявляю. Я живой мужчина. Человекоподобное существо. Человек. Я так определил. Вопросы есть? Можете опровергнуть? Нет. Да, но они попытались же на меня паспорт прицепить. Ну, правильно. Я отказался. Это микроэкзамен. Да, по поводу заявления у меня тоже был случай. Но там буквально трех минут хватило, чтобы сотрудник слинял. Я развернулся через две сплошные, прямо перед ними. Вот. И остановился там навигатор включить. Буквально через десять секунд сзади меня люстра замигала. Подошел, там представился. Там ваши документы. Я говорю, зачем? Цель какая? Что вы будете с этими документами делать? Он. Ну, вы нарушили правила дорожного движения. Я говорю, это я понял. А что делать-то с документами будете? Ну как, составлю материал. Я говорю, о чем? А право нарушения? Он такой, да. Я говорю, так я же права ничьи не нарушил. Я нарушил правила. Ну, он что-то там не сильно пререкался. Я говорю, давайте я вам сейчас сделаю заявление, а после этого как бы, ну, решим, нужны вам документы или нет. Он говорит, хорошо, говорите. Я говорю, я вам официально заявляю, что я человек, живой мужчина. И, собственно говоря, я говорю, вам нужно разъяснять эти правовые статусы? Он говорит, нет, не нужно. Извините, что я вас побеспокоил. Счастливого пути. И слинял. Все. Такой случай тоже у меня был. Достаточно было заявления. Ты не заметил, и в первом, и во втором, и в третьем случаях у них видеорегистраторы работали? Да. Ну, вот тебе ответы на все твои вопросы. Разъяснить? Присяга. Клянусь признавать и защищать права и свободы человека. Это раз, с их стороны. А во-вторых, с твоей стороны торжественное самоопределение под видеофиксацию. Да, в первом случае один, во втором аж два было видеорегистратора. Так как было сотрудников два. Тем более, два очевидца. Да, интересно. Что-то я не подумал о том, чтобы просто достаточно самоопределения заявить. А я еще пять лет назад сказал, вот представьте, я говорю, я не хочу всю жизнь ездить с бумажками, копить их, да, и доказывать, что там и СНИЛС есть, и военник там, еще какой-то. Короче, КАМАЗ, сзади меня нарисовал картину. Сзади меня едет, даже не КАМАЗ, а вот этот БелАЗ с трехэтажное здание, и везет за собой там 40 тонн бумаг. И вот человек идет и говорит, ты кто? А говорит, а вон там, в этом, в кузове, любой документ выбирай, какой на вкус. Там и паспорт, и загранпаспорт, там все есть. Так вот, принцип самоопределения, он заключается в том, что ты сам все определяешь для себя. И для этого тебе не нужен КАМАЗ с документами, который подтверждает все твои самоопределения. У тебя все должно быть в голове, идти от души. Я в этом случае нарисовал другую картину. Что ты, вот тебя, допустим, по башке стукнули, ты очухался, стоишь у стенки, без трусов, без носков, вообще голышом, в чем мать родила. Тебя автоматы наставили, говорят, так, ты кто? Давай рассказывай. И вот ты без всяких документов, без бумажек, без трусов, без носков должен, как это, разъяснить, кто ты, и почему тебя нельзя расстреливать. Ну да. Интересно, интересно. Обдумаю наш разговор сегодняшний. А? Я говорю, я обдумаю наш разговор. У меня только просьба, ты можешь потом, когда смонтируешь видео, мне тоже скинуть, чтобы я себя на канале тоже разместил? Да, конечно. Если ты не против? Да, конечно. Хотя у меня не так много подписчиков, но все равно они есть. Я думаю, им будет интересно послушать тоже. Да, пришли ссылку на канал, это под видео размещу. По поводу красного цвета, последнее, вот все, больше пока случаев не будет, ну, по крайней мере, пока. Еще было на Павелецком вокзале в Москве, значит, я начал все подписывать красным цветом, прибежал с замком взвода, начал кричать, что у нас красным цветом не подписывают, вот такое писать нельзя, то, что ты пишешь. Я говорю, я так хочу, я буду писать, вот, у нас там, ну, там, видите, там, половина видео, половина, ну, как бы, черного экрана, но видео это есть тоже, я тебе сброшу. Короче, он три раза попытался на меня навесить персону, я отказался, он свинтил, тут же зашел начальник и говорит, как вам, типа, можно обращаться? Я говорю, ко мне, обращайтесь, я говорю, я понимаю, что для вас, наверное, будет как-то неудобно говорить там живой мужчина Владимир, я говорю, обращайтесь просто по имени Владимир. Я говорю, я вам разрешаю, он говорит, хорошо, Владимир, вы можете писать все, что считаете нужным и любым цветом ручки, любым цветом пасты, вот, вы имеете на это право. Вот такой вот еще тоже был разговор, я тебе это тоже пришлю. И этот протокол не зашел в суд. Мне тут мысли начали приходить по поводу расцветки, белый, синий, красный, все требуют от системы, чтобы писали синим. Синий – это цвет моря, он находится посередине, вверху белый, то есть это либо воздух, либо, как тебе сказать, если по трем мирам разделять, по центру явь, вверху правь, внизу красный цвет, это под морем находится берег, под любым, суша. То есть, когда ты пишешь красным по белому, это определенный статус имеет. Я предполагаю, что, возможно, бумага, которая будет написана белым по красному, имеет совершенно другой статус. Еще сильнее? Возможно. Интересно. Интересная мысль. Я об этом что-то не подумал. Но то, что цвета имеют определенное значение, именно даже в самой бумаге, это факт. Я так думаю. Скорее всего. Ну, ты привел достаточно примеров, чтобы в этом удостовериться. Да. Особенно с шариками на экране телефона в момент разговора. Нет. Шарики, это я тебе сказал, там цвет не имеет значения. Там смысл в том, что радость. Да. Есть такое. Антон, последний вопрос. Вот у тебя там вот это вот 120 видео, то, что ты там записал, там ролики повставлял из разных своих видео. И там у тебя идет по поводу раскрутки видео. Можешь рассказать, как это работает? Ну, в принципе, там все рассказано. Я открыл секрет, который позволил каналу очень хорошо развиться буквально за полгода. То есть, количество подписчиков прибавилось, там чуть ли не помню, 15, что ли, тысяч плюс. Одно видео набрало за два месяца 10,2 миллиона. Остальные видео больше 600 тысяч. То есть, те, которые молчали, годами сидели и молчали, не выстреливали. То, как только я применил секрет, все видео начали выстреливать, и общая статистика по каналу поползла резко вверх. Вот интересно было бы этот секрет узнать. Можешь эту часть разговора вырезать, я не против, но мне интересно. Зачем? Пускай слушают. Пиши в личку. Хорошо, напишу, напишу, без проблем. В общем, в принципе, у меня все. Интересная беседа получилась. Разговор. Беседа от слова «без». Да, точно. Разговор. Согласен. Разговор. Интересный получился разговор. Мне понравилось общение. Скину видео, посмотри, дай свое заключение, если будет интересно. И мне будет интересно твое мнение послушать. Да, бро. Все, тогда на связи. Давай, благодарствую. Благодарствую. Погнал «без». Благодарствую. Погнал «без». Спасибо.